Здравствуйте! В эфире программа Аптатеноса. С вами Зарина Удба. Сурдоперевод Кинджигуль Мажикова. И в ближайшее время расскажем вам о главных событиях уходящей недели. Более 40 городских семей, пострадавших от паводка, получили ключи от новых квартир. Приобретаются квартиры, делается чистовая отделка, санфоянс, то есть жители могут заезжать полностью в готовую квартиру. В регионе ведется работа по обеспечению доступа к высокоскоростному интернету. Планируется строительство антенномасчетных сооружений вдоль автомобильных дорог. Республиканское значение для обеспечения беспреколемой сотовой связи и доступа к мобильному интернету. Ко дню государственных служащих в городском Акимате состоялось участвование лучших работников бюджетной сферы. Работа у государственных служащиха нелегкая. Зачастую требует стрессов, но она очень много молча. Акимат области совместно с фондом Булата Утимуратова продолжает реализацию масштабного проекта по поддержке казахстанцев, оставшихся без жилья из-за весеннего половодья. В рамках очередного этапа работ в минувший четверг ключи от квартир были вручены сразу в трех районах областного центра. На радостном для горожан событии побывала Динара Абдуалиева. Радостное событие сегодня коснулось 44 семьи. Также хочется отметить, что ключи от заветных квадратных метров выдавались в зависимости от того, сколько человек в семье. То есть однокомнатная, двухкомнатная и трехкомнатная квартира. Турлан Щегера вместе со своей семьей заходит в свою квартиру впервые. Супруга от счастья не может сдержать слезы. До этого момента пережить пришлось немало. Потеря дома и скитание по общежитиям. Все это как тяжелый груз не выходит из головы пострадавших. Теперь все позади. И думать о тяжелых временах больше не стоит. Настроение отличное. У нас с супругой шестеро детей. И когда остались без дома, было страшно. Не знали, что делать. И через два месяца вот получили квартиру. Спасибо государству, что наши надежды на лучшее сбылись. Район очень хороший. Дом новый. Мы очень рады. Просторные светлые квартиры уже с чистовым ремонтом. Они пока пустуют. Но совсем скоро здесь появится детский смех, радостные эмоции взрослых, а также запах вкусной еды, наносящейся из кухни. Этого счастливые хозяева ждали очень долго. Квартиры площадью от 65 до 95 квадратных метров выдавались в новых благоустроенных домах. Говоря о фонде Булата Утимуратова, надо отметить, что благотворительностью его основатели начали заниматься с 2014 года. И среди направлений работы есть отдельное, ориентированное как раз на пострадавших от природных стихий и техногенных катастроф. Наш фонд в области строит дома в сельской местности. Порядка 147 домов сейчас строятся в Хобинском районе. Есть у нас планы в городе Ак-Тюбе выкупить 100 квартир, из которых на сегодняшний день выкуплено 44 квартиры, которые сегодня передаются жителям. Квартиры полностью отремонтированы. Как это? Чистовая отделка, да? Плюс еще все необходимые базовые вещи, такие как газовая плита, сантехника, все это установлено за счет фонда. То есть, в принципе, можно заезжать и можно жить. Строительство домов в районе, оно идет к концу июля, будет завершено. Кроме того, в других районах, Уилский район, Марток, Тимир, дома выкупаются. В общей сложности планируется выкупить и передать актюбинцам 419 объектов. Семья Мурата Жумаханова из 8 человек проживала в садоводческом коллективе. Участок затопило полностью. Дом оказался непригодным для дальнейшего проживания. С китаясь по общежитиям и родственникам пострадавшие ждали разрешения ситуации. И вот, наконец, дождались. В торжественной обстановке Мурат Ага получил ключи от крыши над головой из рук Акима области. Вручили ключи и документы на квартиру у нас на руках. Даже не думал, что так скоро все разрешится. Спасибо за это нашему президенту, Акиму области и неравнодушным гражданам. Настроение просто отличное. От радости не можем сдерживать эмоции. Супруг Гульбану Ешмагомбетовой инвалид. Ухаживая за ним, женщина не может полноценно работать. Когда вода пришла в их район, поняла, что спасти ничего не удастся. И вот они получили крышу над головой в районе Юни-Сити. Моей благодарности нет предела. Это наша долгожданная квартира. Мы потеряли двухкомнатный дом. Взамен получили двухкомнатную квартиру. Спасибо большое. Вручая ключи и поздравляя актюбинцев с таким событием, глава региона отметил, что для Акимата приоритетом является обеспечение жильем всех жителей области, пострадавших от паводка. И поблагодарил фонд Булату Тимуратова за активную помощь и поддержку в восстановлении области после стихийного бедствия. Через фонд Булату Тимуратова, он является основным спонсором, приобретаются квартиры, делается чистовая отделка, санфоянс, то есть жители могут заезжать полностью в готовую квартиру. Сегодня мы вручили ключи. Эту работу будем продолжать уже, включая районы, 300 с лишним домов, квартир мы уже закупили и дали нашим пострадавшим жителям. Эту работу будем продолжать. Все основные по восстановлению, также по выдаче квартир, покупке и строительству мы планируем завершить до 1 сентября. Среди 44 семей 18 получили ключи от жилья в районе Алты-Норда, бывшем Батыс-2. 13 семей в районе Юни-Сити и еще 13 в Нур-Октубе, ныне Есет-Батыри. Благодаря государству в лице Акима области и фонда Булату Тимуратова, жители с нетерпением спешили осматривать свои дома. Когда вода зашла в дом, одна стена разрушилась почти сразу. Дом негодный, он сейчас полностью рассыпался. Жили мы на участке УВД-4, 8 человек в нашей семье. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в оказании нам помощи. Хочу ответить, что когда мы жили в общежитии, нас обеспечивали всем необходимым. Мы, можно сказать, ни в чем не нуждались. Это большая работа сотрудников Акимата, волонтеров и неравнодушных граждан. А всей души примите мою благодарность вам. Сегодня мы получили квартиру в районе Есет-Батыра. Дом очень красивый, новый, просторный. Квартира наша двухкомнатная. Жили раньше на участке АЗС-3. Всегда бояюсь, что дом наш затопит, и мы останемся без жилья. За то, что не оставят нас без крыши над головой, большое спасибо. Ключи актюбинцам в торжественной обстановке вручали как в районе Аутен-Урда, так и в районе Есет-Батыра. Напомним, что группой компании для оказания помощи семьям, пострадавшим от буйства стихий, было направлено 12,5 миллиардов тенге. Помощь будет оказываться и дальше. И совсем скоро еще ряд семей получат заветные ключи от квартир. В условиях современности особую актуальность приобретает вопрос доступа к интернету. Казахстан занимает 66 место в мире по скорости доступа к всемирной сети. По этому показателю нам уступают такие развитые страны, как Япония, Израиль, Турция. Тем не менее, качество интернета у казахстанцев вызывает критику. Для решения данного вопроса руководством страны принимается ряд мер. Так, до 2027 года будет инвестировано 450 миллиардов тенге. Это позволит повысить качество связи и полностью внедрить сеть 5G на территории страны. В рамках национального проекта «Доступный интернет» будут массово подключаться республиканские дороги из села-регионов к всемирной сети. И стоит отметить, что в Актюбинской области также ведется работа в данном направлении. В частности, на трассах Самара-Шимкент и Актюбе-Орск в этом году появится интернет. Кроме того, в Актюбе установят дополнительно еще 16 пазовых станций стандарта 5G. Это позволит обеспечить жителей областного центра высокоскоростным интернетом. Руководитель управления цифровых технологий Актюбинской области Асету Тарбаев рассказал о реализации национального проекта «Доступный интернет» на 2024 и 2027 годы. Он предусматривает работу по подключению городов и сел к высокоскоростному интернету, прокладку и монтаж волоконно-оптических линий связи вдоль республиканских и первостепенных областных дорог, а также внедрение сетей 5G. В рамках улучшения качества связи в Актюбе были установлены 60 новых и модернизированы 160 базовых станций. До конца года планируется установить 130 базовых станций стандарта 4G. Из них 40 ТОО «Картел», 90 АОО «Кейсел». Также в Актюбе установлено 28 базовых станций стандарта 5G. До конца года будет установлено еще 16. Таким образом, всю территорию города охватят качественным мобильным интернетом. В рамках национального проекта «Доступный интернет» в области планируется строительство антенномасчетовых сооружений вдоль автомобильных дорог, республиканского значения для обеспечивания беспреподобной сотовой связи и доступ к мобильному интернету. В 9 районах были определены 17 точек для установки АМС. На данный момент были заключены договора на разработку проекта смертной документации. Согласно техническим требованиям, разработка занимает 2 месяца и экспертиза 2 месяца. Планируется завершить прохождение экспертизы до конца августа текущего года. В сентябре мы подаем бюджетную заявку на выделение средств из республиканского бюджета на строительство, строительно-монтажные работы. И уже в феврале 2025 года начать работу по строительству. Кроме того, ведется работа по обеспечению мобильной связью и доступом в интернет на участках трассы республиканского значения «Самара-Шамкен». На данной трассе планируется охватить интернетом участок с 521 по 571 километра и на трассе «Октобе-Орск» с 51 по 69 километр. В этом году планируется запуск. На сегодняшний день в Актюбинской области насчитывается 312 сельских населенных пунктов. Из них мобильным интернетом охвачено 239, что составляет 76,6% сел или 94,7% сельского населения. С начала текущего года были подключены 6 сел. Еще 40 подключены. Итого 46. В частности, с начала года к интернету были подключены села Жеруи и Калгинского района, Улгайсын-Айтикибийского, Бестамак и Шикуду-Кувилского, а также Сарсай и Кендала-Шалкарского района. Полный охват интернетом всех населенных пунктов в регионах хотят обеспечить в 2025 году. В 61 селе уже установлена оптическая линия связи, а в рамках нацпроекта «Доступный интернет» на период 2024-2027 годов планируется расширить покрытие и установить волоконно-оптические линии связи в 192 населенных пунктах области. В ходе совещания Асхар Шахаров высказал претензии к оператору связи Билайн. Почему не решена проблема с мобильной связью в микрорайоне Алтон-Уорда? Массив застраивается, туда переезжает все больше людей, а мобильная связь до сих пор работает с перебоями. Разберитесь с проблемой. Население должно получать качественные услуги, тем более, что связь у вас не из дешевых. Заслушав информацию о реализации нацпроекта в регионе, Асхар Шахаров поручил реализовать намеченные проекты срок и обеспечить для населения высокоскоростной интернет. Доступ к быстрому интернету должен быть не только в городе, в селах, но и вдоль региональных трасс. Благодаря национальному проекту «Доступный интернет» мы сможем решить эти задачи. Сегодня наличие мобильной связи и высокоскоростного интернета является важным фактором для улучшения качества жизни населения. Над этим нам и предстоит работать в дальнейшем. Владимир Федотов, Рустан Альтаев, Аптат НС. Эффективность работы коммунальных служб АКТУБИ, определение перечня социально значимых автомобильных маршрутов областного центра и субсидирование данных проектов. Все эти вопросы были рассмотрены в ходе расширенного заседания регионального общественного совета. Общественники выразили несогласие со многими аспектами работы городских коммунальщиков. Также они внесли свои предложения. Какие именно, расскажем далее. Сегодня по городу действуют шесть компаний-перевозчиков. На линии выходит 310 автобусов, обслуживающих 46 маршрутов. Решением областного мыслехата на данные цели выделяется ежегодно 10 миллиардов тенге. Автопарк ежегодно обновляется. Только в прошлом году в город было завезено 112 новых автобусов. Проблем с пассажирскими автобусами ежегодно становится все меньше. К примеру, с начала года было закуплено 30 новых автобусов. До конца года планируется приобретение еще 60. К примеру, с 2021 по 2023 год на нашу отрасль выделялось 6 миллиардов тенге. На эти средства мы не могли покупать новые автобусы. Однако с увеличением субсидий обстановка улучшается. В городе на постоянной основе ведутся работы по техническому обслуживанию, ремонту и проведению освещения улиц, парков и скверов, а также дворов, жилых домов. Так, на обслуживание точек освещения 292 улиц в год предусмотрено 184 миллиона тенге. На три года рассчитано примерно 500 миллионов. Что же касается потребления электроэнергии, то в год на данные нужды городу необходимо 2 миллиарда тенге. У нас почти основная часть города подстанции линий, и линии электроснабжения, и линий водоснабжения, теплоснабжения, канализационные линии. Многие, очень много линий состоят на балансе отдела ЖКХ. И потребление города сейчас какие-то части объектов Ах-Пулака, госучреждения, которые состоят на территории города, обслуживаются нашим отделом. Внушительные суммы смутили членов Совета. По их мнению, такое большое потребление электроэнергии обусловлено тем, что на фонарях до сих пор светят лампы старого образца, не имеющие отношения к экономии энергии. Вы для себя не хотите сделать освещение по датчикам движения? У нас днём проезжаешь, как будто ночь, везде горит свет. Мы потребляем солнцем электричество. Ночью у нас есть места, где вообще хоть глаз выколи. Но давайте мы всё-таки будем подходить рационально. Мне кажется, что во всём цивилизованном мире есть понятие датчиков движения. Во дворах у нас стоят, кто живёт, да? Но включили, да, проехала машина, включился датчик движения. Прошёл пешеход, включился датчик движения. Так мы за счёт этой экономии, мы гораздо больше улиц светим. Неся свои предложения по освещению, общественники также затронули вопрос о зеленении города. В своё время члены совета убедили властей города, что сажать однолетние растения вместо многолетних, выкидывать деньги на ветер. К их мнениям тогда прислушались. Теперь есть ещё более выгодные предложения. Согласитесь, у вас в ЖКХ не сидят ландшафтники. Вы просто смотрите, вот пришёл, выиграл тендер, вот так, вот так сделаю, вот так будет красиво, и на этом заканчиваете. Я предлагаю всё-таки при ЖКХ создание ландшафтного бюро. Когда профессионалы будут заниматься озеленением, понимаете, вы потеряете на заработную плату ландшафтного дизайнера, но вы сэкономите сотни миллионов. Все обсуждаемые вопросы и внесённые предложения были внесены в протокол, после чего по ним будут приниматься решения. Динара Абдулева, Бахаджан Идегеев, Абтат Анаса. 23 июня в Казахстане отмечают День государственных служащих. Переоценить роль и значение госслужбы для любой современной страны невозможно. От того, насколько квалифицированные кадры трудятся в органах власти, во многом зависит успешность реализации государственной политики. Прозрачность, эффективность и ориентированность на решение запросов населения. Таковы приоритеты, стоящие перед отечественными работниками бюджетной сферы. Поэтому в канун профессионального праздника в городском Акимате состоялось чествование ряда отличившихся госслужащих. Интересной особенностью мероприятия стало то, что поздравления и почести от руководства областного центра также получали члены их семей. Наша съёмочная группа стала свидетелем данного торжества. В настоящее время в государственных учреждениях под ведомственных Акимату Актобе работает 241 человек. На торжественном мероприятии, организованном в канун профессионального праздника, собрались представители трёх поколений. Ветераны государственной службы, опытные молодые работники бюджетной сферы. С поздравительной речью в их адрес выступил градоначальник Азамат Бекет. Сегодня здесь собрались и опытные госслужащие, и молодые, а также члены их семей. От всего сердца я хочу выразить искреннюю благодарность родителям за их детей, а самим государственным служащим желаю успехов в их работе на благо нашей страны. Одна из всех, которые участвовали в этот день, Валентина Мамбетова. Через три месяца исполнится 39 лет, как она состоит на государственной службе. Долгие годы Валентина Тимирбулатовна работала в органах регистрации актов гражданского состояния. После того, как в прошлом году их расформировали, Валентина Мамбетова занимает пост заместителя руководителя городского отдела занятости и социальных программ. Работа государственного служащего нелегкая, зачастую требует стрессов, но она очень многому учит. В отличие меня она научила порядку, дисциплине, дала прекрасный опыт в жизни. Я очень благодарна руководству, в частности Акиму города, Активиазамат Боржановичу, за то, что отметили, скажем, вклад за почти 40 лет работы на госслужбу. В преддверии профессионального праздника были отданы почести родителям, воспитавшим сыновей и дочерей, трудящихся на благо страны. А молодые государственные служащие приняли присягу, после чего им были вручены памятные подарки. В прошлом году, получается, в октябре месяце я пришла на госслужбу в роли внештатника и отработала там буквально полгода. После уже объявился конкурс на госслужбу, на вакансию главного специалиста. Далее уже объявили конкурс и я решила участвовать в нем. После прохождения конкурса, получается, вот уже на днях вышел приказ о том, что я главный специалист отдела строительства. На день к услужащих я дала клятву о службе государства. В дальнейшем, думаю, что буду проявлять себя. Отметим, что всего в преддверии праздника были награждены 12 государственных служащих и 18 семей. Владимир Федотов, Батагос Сахиджанова, Азамат Сауханов, Аптат-НС. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у нас все. Очередной выпуск программы Аптат-НС смотрите в следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова